Встречи писателей и поэтов с читателями проводятся в Центральной городской библиотеке регулярно, и каждая из них особенная, как и мир созидающего человека, решившегося на обстоятельно серьезный разговор о себе и своем творчестве. В этот раз сокровенным со своими поклонниками и друзьями поделилась Людмила Евграфова. Людмила Евграфова, член Союза журналистов России, печаталась в Альманахе «Мурманский берег», журналах «Север», «Веси», единственном в Норвегии русскоязычном культурно-просветительском журнале «Соотечественник». На творческой встрече в читальном зале городской библиотеки в минувшее воскресенье она рассказала о себе и приоткрыла творческие замыслы. Вот так совпало замечательно, что в 2001 году появился в «Мурманском вестнике», появился мой первый рассказ, был напечатан. И если считать, что сейчас 2011 год, я молодой писатель, 10 лет у меня исполняется писательской деятельности. И 15 с тех пор, как я взяла карандашик или ручку. На встрече шла речь о самых разных аспектах творчества. Как о высоком, глобальном, о смысле писательской деятельности, так и о земном, материальном. К примеру, сколько средств нужно для того, чтобы издать сегодня роман. Зрители слушали, затаив дыхание. И лишь после смогли выразить свое отношение к женской прозе и поэзии. Любая интересная проза и интересная поэзия я не разделяю на мужскую и на женскую. А творчество Людмилы Матвеевны, я с ним знаком очень-то давно, потому что мы с ней общались и встречались на всяких творческих встречах, на мероприятиях. Уже довольно давно, наверное, больше пяти лет, я не знаю, даже точно, очень давно. И я знаком с ее некоторыми произведениями. Поэтому для меня сегодня это не открытие. Просто мне было интересно еще раз встретиться с интересным человеком. По легенде тот, на кого упадет тень птицы Гамаюн, будет обласкан успехом и прочими благами. Роман Людмилы Евграфовой «Тень Гамаюна» вызвала вопрос, а когда же на Россию упадет тень Гамаюна? Но автор ответила, что она не политик, а писатель и может только предвосхищать события, исходя из реальной обстановки. Я очень рада, что пришли люди неравнодушные, очень интересные люди. Собрались у меня на встречу, среди них есть мои коллеги, мои друзья и очень много лиц новых, которых я не знаю. Но мне было приятно познакомиться с этими людьми. Я вполне счастлива сегодня после нашей встречи. Символичное название творческого вечера, когда душа не устает творить, вызвало резонный вопрос. А над чем же...